Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с остатком пенополистирола. Попробуем его поэкспериментировать с растворителем, с ацетоном. Сделаем с него какое-нибудь вещество, поработаем, поплавим. Так что вам всем приятного просмотра. Поехали! Думаю, будет интересно. Ну а сегодня поработаем с 646 растворителем и с ацетончиком. Возьмем два практически одинаковых коротких кусочка, вот так вот. Посмотрим, кто из них быстрее съедает, плавит наш пенополистирол. А потом уже будем дальше разводить его и смотреть, что у нас из этого получится. Теперь просто опускаем эти два одинаковых кусочка. Никакого монтажа здесь нету, как видите, реакция сразу пошла. Давайте уже доплавим. Видим, что ацетон лучше справляет в данной ситуации. Растворитель же хуже съедает он. Почему-то уже перестал плавить. Как будто насытился и все. Слушайте, ну он вообще не плавит больше. Короче, будем работать, наверное, только с ацетоном. Но этот кусочек оставим, чтобы он дальше растворился. Ну, видите, здесь у нас осадка, правда, никакого нету. Получается однородная жидкость такая, правда, пенка от реакции. А так никакого осадка нет. Ацетон же хорошо съедает, но есть осадок. Сейчас с вами ацетон добьем до одной фракции, чтобы одинаковая субстанция у нас была. И попробуем его использовать. То есть, видите, до сих пор здесь прям реакции практически никакой уже нету. Вот такая слабенькая-слабенькая. В общем, растворитель, пускай пока расплавляет этот кусочек, мы еще попробуем немножко добавить. Ацетон уже, видите, густая масса стала, но еще жидкость вверху плавает. Сделаем с вами какой-нибудь супер-пупер клей. Еще добавим немного, потому что еще есть жидкость. Вот такая кашеобразная уже получилась у нас. Ведь никакого осадка нет, однородная масса. Растворитель же наконец-таки расплавил наш кусочек, но даже не справляется. Маленький-маленький плавает. И получилась такая вот розового цвета жидкость, оранжевого, наверное, больше. Ярко-оранжевого. Но я думаю, это тоже будет хорошее покрытие, защитное. Сейчас мы попробуем на небольшом кусочке пеноблока. Растворитель 646 я также, видите, просчертил. Также сейчас возьму, прям полью. Пускай он впитает в бетон. Чтоб нам завтра можно было понять, что он из себя будет представлять. Я думаю, всем интересно будет, таким жидким, если поливать. Но опять же, это поливать, может быть, кисточкой там покрасить какое-то. Потому что все-таки пенопласт он боится ультрафиолета, а пеноплекс он не так боится ультрафиолета. Ну, я думаю, в один слой хватит. И прямо в одном месте сейчас чуть-чуть намажем, чтобы у нас хлее остался. Сейчас мы его хорошенечко вмажем. Ведь начинает подсыхать, начинает тянуться. В одной массе долго сохнет, а вот когда на открытом воздухе начинает быстро сохнуть, ну, вот так вот и оставим. Также подписал деревяшку, ацетон и 646 растворитель. Также прям сверху немножко полью, пропитаем нашу древесину. Тоже оставим ее до завтрашнего дня. И завтра вам покажу результат. Я думаю, будет интересно. Нанесем наш с ацетоном раствор на дерево. Лучше наносится, сразу говорю. Все нанесли. Также оставим сохнуть и посмотрим завтра. Давайте попробуем, нальем еще кстилола. Попробуем, съедает ли он пеноплекс. По-самому интересно. Ну, тоже реакция есть, но слабенькая. Я вот давлю, он до сих пор, видите. Чуть-чуть, очень медленно съедает. То есть ацетон в разы лучше. Прям медленно, медленно. Зато получается такая оранжевая, оранжевая однородная смесь. Вот и не знаю, что лучше. Завтра мы проверим. Короче, село хуже, чем растворитель растворяет. Убираем эту сторонку. То есть здесь ничего такого интересного нет. Сейчас попробую два кусочка деревяшек склеить этим раствором с ацетоном. И вот так вот склеиваем. И оставим это тоже высыхать. Попробуем абсолютно гладкий пластик. Не обезжиривай ничего, прям как есть. Видите, как плохо наносится на пластике? Очень плохо. Себя ведет гладкая поверхность абсолютно. Но мы же от не отступим от своих идей. Все равно попробуем. Уж не буду я показывать за кадром, там обманывать. Как есть, так и есть. Вот он плохо наносится на пластик. Но все равно попробуем его склеить. Прям вот так вот сейчас. Раз. Давайте попробуем сам пенополистирол между собой склеить. Что будет? Так вот намазал жирненько. И сейчас склеим. Так же оставим сохнуть. И посмотрим, что будет. Этим же заставом попробуем склеить пенопласт обычный. Не экструдированный, а обычный, простой. Посмотрим, что будет с ним. Все, оставляем это сохнуть. Но мне очень интересно, если налить жидкость, которую мы разбавляли в растворителе, получается, на пенополистирол и между собой его склеить. Вот так вот оставим. Вот так вот оставим до завтра. Прямо на ваших глазах, чтобы вы бы завтра увидели, как это все есть. То есть наши все испытуемые никуда не уношу. Итак, друзья, у нас прошло 12 часов. Как помните, мы склеили разными веществами. Это у нас был просто растворитель. Он, видите, просто выел пеноплекс. То есть сам пеноплекс он не клеит. Пробовали растаянный в ацетоне пеноплекс. А ну этот уже крепче, но он тоже съедает. То есть такие вещества, как пеноплекс, пенопласт склеить не будет. Хотя пенопласт он крепко склеил, он не по тому месту, но он его внутри съел. То есть вот так же. До пенопласта пеноплекса не годится. Вот наш пластик. Так, как теперь его попробовать оторвать? Слушайте, ну пластик хорошо держит. Между пластиком склеился хорошо. То есть я вот ножом надо прорезать. Пластик хорошо склеивает, ребят. Как видите, приходится ломать пластик, чтобы разошелся. То есть для пластика клей получается хороший и цветной. Можно что-нибудь даже задекорировать. Что у нас с деревякой? Руками не получается разорвать. Ну и как видите, с куском деревяшки оторвалось. То есть с волокнами дерево отрывается. Для дерева тоже клей хороший, на разрыв ножиком только. Ну и вот у нас получилось еще, вот мы покрывали с вами деревяшкой. Здесь получилась такая гладкая поверхность. Именно с ацетоном, который здесь. Ацетон у нас был разбавлен. А это 646 растворитель. Тоже поверхность такая гладкая, но не сильно блестит. Это очень блестит. Просто интересно, как он себя... Адегезия, в принципе, получается хорошая. С ножом, ножом срезать надо. Попробуем налить немножечко прям воды на него и посмотрим. То есть, видите, да, вода не впитывается. Малоразбавленный раствор, но вода не впитывается. То есть, мы видим, что у нас сухенько. Деревяшка сухая. Здесь тоже самое. Я понимаю, что вода тоже впитываться не будет. Если вот, допустим, вот здесь вот, то у нас немножко намокло дерево. А здесь все сухо. Здесь смотрим, что у нас произошло с пеноблоком. Видим, отслоилось. Просто отошел. То есть, с таким вот пористым материалом, как пеноблок, он не работает. И он такой, как видите, крупкий. Это на ацетоне. Но вот на растворителе, видите, он прям пленочка. Я думаю, также ничего, вода не будет впитываться. Но видно. То есть, все сухо. Вода не впиталась, она находится на поверхности. Вот здесь нальем капни водички. Она у нас сразу, видите, впиталась. То здесь она просто собирается сверху. И как защитное такое покрытие можно покрывать. Так что делаем выводы. Покрывать пористые пеноблоки, что-то такое, можно створителем, разбавленным с пенопористиролом. Но никак не с ацетоном. С ацетоном видели сами. Может быть, конечно, надо было поверхность зачистить, загрунтовать. Я этого не преследовал. Мне нужно было показать, как это будет в реальной обстановке действовать и работать. Еще раз повторюсь, друзья. К дереву адгезия хорошая. А вот к пористым материалам не очень. А растворитель 646 тоже хорошо себя показал, как защитная пропитка. Надо попробовать, кстати, на горючесть как-то будет гореть. Ну, как обычное дерево, как смола, все это горит, конечно. Не поддерживает горение. То есть затухает. Горение не продолжается. В принципе, вот так, видите, да, не поддерживает горение. Как бы оплавливается, обугливается. Ну, что-то хотели бы температура большая. Но и тем не менее, даже вот при нагретом состоянии, где нагрелось, надо срезать вместе с деревом. Друзья, у нас сам получился вот такой вот выпуск. Мне интересно просто было, как это работает все, проволоком спинополистиролом. Сами видели, что склеивает, что не склеивает, на каком материале держится, ни на каком нет. Может быть, вам интересно будет на чем-то еще попробовать, что склеивает, что не склеивает. Вы обязательно пишите в комментарии, я попробую это повторить. Если бы вам понравился данный ролик, обязательно палец вверх. Обязательно пишите ваше мнение. Вам желаю всем крепкого здоровья. Всего-всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова